На вилле сегодня ночью. Смотри прямо сейчас. Я, конечно, вообще не представляю, как я себя в руках держу, ну, потому что здесь всё под камерой. И в другую ситуацию я бы разнёс бы здесь всё. Ты просто меня плохо знаешь. У меня сердце болит. Схватило. Как болит? Дай попить, пожалуйста. Там, в воду. У тебя такое было? А? Марин, ты можешь отреться, бесить меня будешь? У меня спазм. Я тебе говорю, у тебя такое было? Нет. На водичке. Таблетки есть какие-то? Там, только дома. Где дома? В Перми, что ли? Сейчас отпусти, наверное. Я же не умру сегодня. Мне ещё рано. Я маленько боюсь. Ты это за мути вообще не поймала. Можно же было обойтись без этого. Серёжа. Это сейчас... Я просто понимаю, что тебе будет там стыдно, там... Стремно, там, и так далее. Это твой выбор. Я, конечно, ужасно поступила. Я тебя прошу. Не бросай меня. Всё, что я говорил, всё получилось как-то... Короче, ладно. Серёжа. Бросай меня. Думай, да. Пожалуйста. Мне на самом деле, знаешь, как плохо. Я понимаю, что я тебе сюда приехал и спалил. Ты же думал, что ты сделаешь на двух, и не усидишь. Я помню. Такое не бывает в жизни. Невозможно. Всегда это всё наказывается, и это неправильно. Я просто к этому отнеслась, понимаешь ты? Ты же помнишь, что ты мне последнее говорила? Помнишь? По поводу того, что... Если ты уедешь, чтобы я тебя ждал. Зачем? Ничем было говорить, чтобы я тебя ждал. Ты хотела вернуться потом ко мне? Ты дальше используешь меня? В своих коварных целях? Нет. Я просто не могу быть одна. Блин, Марина, ты что, издеваешься, что ли? Я с тобой был в Москве. Какого хрена ты сюда сквозанула? Телеведущий стал? Ты понимаешь? Ты понимаешь? Я тебе о чём говорила? Она с тобой завязалась, понимаешь, вот в этот последний момент. А у меня была своя цель. Я тебе говорила, что я хочу на МТВ. Да я тебе ещё верну. Это вся фигня. Знаешь, сколько примеров? Посмотри на Вику, Боню. Я тебе просто скажу, что у каждого своя жизнь. И каждый там добивается своими методами. И я не хочу, чтобы ты так добивалась, понимаешь? Вот этим не закончится. Ты вот это должна понять. Вот это, это не то, что ты сразу станешь телеведущей. Я готов там тебе, да, там, не знаю там. Ну, институт тебе отдать. Но ты же не будешь учиться. Почему? Да ты не тот человек. Посмотри на себя. Ладно. Если ты ещё раз... Я тебе даже вот этих слов не хочу говорить. Ещё раз, не ещё раз. Честно? 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 Честно. Честно. Ты меня простишь. Мы будем жить хорошо. Долго и счастливо. Серёжа. Просто, блин, мне действительно... Мне очень стыдно и неудобно. И я понимаю, что я вообще как... Как, я не знаю, как... Просто поступила. И что я тебя предала. Я искренне прощу, прощу, прощаю тебя за всё. Я тебя прошу, прости меня, пожалуйста, Серёжа. Прости. Понял. Вот как с вас спрашивать? Слово взять? Ребята, сейчас действительно произойдёт сенсация. Такого ещё не было. Так мы ещё не выбирали. Такой номинации не было. Сейчас мы будем выбирать самое приятное на ощупь. Нижнее бельё наших девушек. Поэтому подходим смело и трогаем. Трогаем бельё. Трогаем бельё. Ну а кто гораздо потрогать и девочек, смелее. Итак, начинаем. Можно я потрогаю? Да, реально обалденная вообще. Как упруга она сегодня по тебе, а? Так, продолжаем. Так, 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 я трогаю только бельё, не вас. Так, 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 так. Офигенный материал. Так, посмотрим. Ну, надо, пожалуйста. Извращение! Извращение! Да, я это не скрываю. Итак, ребята, мы потрогали наших девочек. А теперь все трогаем ведущего. Это моя фантазия. Нет, так нет. Хорошо. Скажи, какой это выбор? Победила машина. Хорошо. Рассуждает у нас сейчас... Фил. Катя калаш. Не трогал. Почему? Честно, каюсь, не трогал. Боюсь. Боюсь, боюсь. С тихом, омуте, вводится черти, да? Понимаешь, я боюсь, что меня повезет на этом пласте. Ты как говоришь вообще-то? А я, можно я с места, спасибо. А я считаю, что это же у нас конкурс на нижнее бельё. Девушки, у вас прекрасные формы, но у нас дефиле купальник. Ой, нижнего белья, а не купальников. Поэтому, девушки, простите, пожалуйста. А вот Дашины... Кружева. Кружева, да. Их не только охота потрогать. Барокко, слушай. Их круто снять. Понять охота. Поэтому я свой голос отдаю Даши. И, в принципе, понимаешь, здесь единственная девушка, которая действительно в белье, как это изначально задумывалось, это Дарья. Итак, в номинации на самое приятное на ощупь нижнее бельё побеждает... Барочная. Не говорю порочная. Даша! Великолепная кружева в стиле барокко. Просто соблазняют нас. Как это приятно. Всё, мы закончили. Отработали то. Когда мальчики реально будут вот так вот в такой клоунах из себя устраивать? Пусть реально в стрингах. Среди сейчас, да. Мне кажется, что много девочки что-то делать. Да, мы всё время всё постоянно делаем. Девочки, конкурс в тесте, девочки. Да. А они что? Девушки, давай, всё терпись. Какой? Танец, так. Делать массаж Виталику. А, что же я приезжаю? Я сегодня отправляю Виталика спать в победительницу. Сюда спать? В победительницу. А, я думал, как сейчас... Смотри, ты речь из себя, ты надо спать. Понимаешь, что... Не шути так сильно. Ну и что? Ну и... Ну и... Хорошо. Я же много пил, Григорий. Мои отношения. Слушай, отбежись от меня! Так давайте тогда... Совсем. Так давайте прощать друг друга. Так давайте изменять друг друга. Мы же любим друг друга. Давайте прощать друг друга. Маз. Я не понимаю. Потому что здесь на неё все смотрели, да? И видели, что она влюблена в Роман. А тут приходишь ты, и получается, что она не влюблена. Вот я просто с позиции... Вот мы сидим и не понимаем, что вообще происходит. Она так очень уверенно пришла к нему. И тут открылась, там, через какое-то время на Оракуле, открылась такая тема, что у них было, там, что-то за проектом. Она начала говорить, что вот, я хочу его вернуть, у меня к нему, там, какие-то эмоции и так далее. И потом, вот, ну, в порыве, там, страсти, как говорят, да, что у них ночью что-то действительно было. Сейчас я у неё спрошу. Когда она пересмала с ним? Я не знаю. Пого числа? В прошлой неделе, может. Понятно всё. О чём речь, ребят? С каждым разом всё узнаётся больше и больше. Откатиться? От меня, да. Что у вас не было секса на проекте, Марин? А, с романом. Было, что я не скрываю. На проекте? Да. Всё, а что, я только это сказала. Так, можешь нас оставить? Я думала, что я не знаю, что я. Я вообще тебя не понимаю, короче. Ты вообще борзевшего, на самом деле. Я что, тебя второсортно, что ли, не могу понять? Серёжа. Послушай. Ну, а как? Я, во-первых, я не думала. Я тебе сказал. Я не знал, что такое. Я тебе сказал. Я теперь ни в один клуб не зайду. Потому что все будут знать, что я придурок Панчина сюда приехал. Вот ты. Ну, наверное, вообще просто. Я всё до этого понимал. Я вот реально всё до этого понимал, пока вот мне Катя сейчас не сказала. Что ты... Солёжа, я тебе говорила, что сюда не приезжать. А ты... Тебе говорила сюда не ехать. Я сам приехал. Потому что ты и знала, что я тебя там жду. Тебе х** на меня поймёшь? Нет. Я не понял. Да ты чё ты рассказываешь? Тут тебе было с намазом прикольно, да? Там зажиговат. А теперь, видите, я нарисовался. Что изменилось? Всё. Что? Что я приехал сюда? Да. Да он, если ты... Если после того, что я там, грубо говоря, показывал и делал, ты с ним всё равно переспала, значит, он лучше был. Правильно? И переспала с другим чуваком. Тупо нам, что видели, а вы это все. Это видели все, Марин. Пошла в жопу, короче. Не хочу даже разговаривать с тобой больше. Ты какого лезешь? Обеси меня, пожалуйста, а? Какого лезешь? Ты тупая. Ты что ты хочешь сделать мне, а? В смысле я лезу? Какого? Вот ты их срамазом. Я же туда поигрывала. Ты лезешь в мои отношения. Слушай, отвяжись от меня! Я сказала, отвяжись от меня. Какого ты лезешь? А какая разница? Что, Барина, не нравится брать? Брать не нравится? Убери-ка её отсюда от меня. Что такое? Что тебе не нравится, а? Дорогая моя, врешь, так ввери, нормально. Ты лезешь? До свидания. Тупая тварь. Марина, что тебе не нравится? Я человек спросила. Я сказала, что я не отвечаю. Я вижу, как ты отвечаешь за неё. Я вижу, что ты отвечаешь. Я ещё раз говорю. Ты что меня бьёшь за то, что я сказала, что с романом ты секс у тебя? А в чём проблема? Что неправда? Иди, сядь. Слушай, ты не тебе. Ты меня не смеешь нахуй. Сама оказалась кем? Тебе говори. Кем ты оказалась? Ты ещё засунь это сюда. Тебе засунь это сюда. Да ты что? Марина, ты не права. Эй, какая разница, что она сказала? Другой бы человек мне сказал. Да я бы сама сказала. Да что ты сказала? Сидишь, что ты педриваешься. Строишься, а не юная. Вот ты каши заварила, а? Вообще. Я как обычно. Человек-косяк. И зачем всё это нужно было? Честно, вообще не понимаю, что происходит. Кто что играет. Кто с кем договорился. Коль, я тебе сейчас объясню. Понимаешь, с Серёжей у нас такие были отношения, что... Во-первых, он половину сказал не так. У нас с ним отношения были такие, свободные. Просто проблема в том, что он-то влюбился по уши, понимаешь? А я полетела сюда, чтобы... Угу. Проект мне нужен был. Проект, пиар. Чтобы в дальнейшем я смогла устроиться на телеканал. Да. Я ему сказала, что я пропиарюсь, прилечу, и всё будет окей. Я его обнадёжила, сюда прилетела. Поняла, что я не улечу никуда. Останусь здесь. Буду устроить отношения с Рамазом. Вот это как мой план был, да? Устроить с Рамазом отношения, дойти с ним до финала. Неважно, какие отношения, да? То есть даже просто союз. Угу. Вот. Но, блин, когда ты две недели засыпаешь, просыпаешься с одним и тем же человеком, да? С мужчиной. У меня... Свой меня Рамаз симпатичен. Хоть как. У меня было до проекта симпатичен, на проекте симпатичен. И... Всё, у нас был секс. Просто когда у нас это произошло, я уже поняла, что я не вернусь. Понимаешь, Серёжа? Ну, понятно. Что всё. Просто сейчас вопрос, понимаешь, целей. Почему ты боялась сказать, Серёжа, что у вас был секс с Рамазом? Я не боялась. Я вообще подумала, что он понял, что он мне сказал, я всё знаю. Он мне сказал, я всё знаю здесь. А что на Катю набросилась? Потому что он сказал, что он не знал, оказывается. Ну, что ты думаешь вообще делать дальше? Я понимаю, что я с той мыслью, что она изменила меня, я не смогу, короче. Скорее всего, жить так, как раньше было. Вот такая вот ерунда. Блин, Серёга, не знаю даже, как тебе... Вот что тебе сказать, чтобы тебе полегче как-то стало. Да ничего, нет, мне сейчас нормально. Это там, я её сейчас увидел, как бы мне нормально. У меня сейчас вот именно злость борется с тем, что я хочу её просить. Александр, later... Что, он счёт принёс мне? Тебе письмо. Значит, сегодня у всех у нас был сложный день, но он подошёл к концу. Я думаю, и тебе, и Марине необходимо время, чтобы во всём подумать. Я предлагаю тебе покинуть виллу, завтра мы встретимся и всё обсудим. Боня. Да, ребят, вот даже тогда, когда она мне говорила, я от чистого сердца тебе говорю. Поэтому написать про Плюшеву Мишку, как по пальцам, вообще... Если я с ним уйду, на... Ты говорила что мне? Твои слова вчера за столом при всех, и мне. Ты скинула якоря. Ты сказала, что в прошлое не вернёшься. Ты лукавила. Ты говорила, что ты отпустила свои отношения. Знаешь, это нормально. Для меня это ничего стрёмного. Томас, ты в этой ситуации выглядишь отлично. Я знаю. А я, да. Называй как хочешь. Падшая, не падшая. Слушай, да я верю за тебя. Мне всё равно. Я счастлива. И я рада, что он сюда приехал. Я действительно счастливая девушка. И я буду с ним счастлива. И опять же таки, если бы я сейчас рубил бы своего Рамаза, я бы тебе показал бы вот так. Я буду счастлива. Я бы вам показал, да, как что и как я бы себя повёл в этой ситуации. Вы бы о***ли, как я бы себя повёл. Но я включаю мудрого Рамаза, который не хочет провоцироваться, которому неинтересна вот эта ситуация. Если бы у меня были бы чувства к тебе... Вот, я тебе о чём и говорю. Ты бы так легко это избавилась. Что у нас не было ни чувств, ни у меня, ни у тебя. И какой-то чувак выше, мне бы не было бы преграды. Я-то с самого начала понимала, что у тебя чувств нет. И что ты играешь всё. Чувак, блин, Марин, разговор не обо мне. Я с тобой реально чисто сердечно сейчас разговариваю. Ты просто кричала здесь о том, что реально тебе обидно. То, что я не обращаю на тебя внимания. И то, что ты влюблена в меня. И в один прекрасный момент. Почему я поменял своё? Ты видишь меня с одной стороны только. Только с одной стороны. Только из-за наших отношений. Не дашь договориться. Которые, к сожалению, не получились. С самого начала. Да. Ты понимаешь, я почувствовал тебя тогда настоящую. И мне обидно то, что ты когда-то... Чисто по-мужски мне обидно. То, что ты сейчас отрекаешься от своих слов и делаешь неправильно. И вообще я знаю, что для женщины самое главное – это стабильность и уверенность. Конечно. Но у вас, моё мнение, и ваша ситуация – это ваши проблемы, ваши эмоции. Да. Но человек, который объективно смотрит на эту ситуацию, у вас не будет отношений. Потому что когда ты скажешь ему, Серёг, я еду сегодня в клуб, он тебя не отпустит в клуб. Какой клуб? Мне не нужны клубы. Вообще, я тебе образно объясню, куда-либо, да. Значит, ты должна быть 24 часа в сутки. И вчера ты мне говорила, и знаешь, глубина души мне было приятно, честно тебе скажу, когда ты мне говорила, что... Слушай, ну по факту ты мне нравишься, да. Там то-то-то. И почему я поменял своё отношение к тебе? Я сказал, блин, что за бред? Какая бывшая? Я живу настоящим. У меня есть потребность к тебе подходить, обнимать, целоваться, заниматься с тобой сексом. И я думаю, почему я закрываюсь? Я хочу. И я поменялась. И поэтому мне даже там на это почему, что с тобой, почему ты тянешься к ней. Потому что, ребят, меня за себя стало обидно, потому что ты тянешься ко мне, а я как бы нет. И я думаю, что за бред? Почему бы нет? Я потянулся к тебе. А ты теперь отказываешься от этого. А ты говорила, пусть я себя буду завтра ругать за это, но я хочу тебе сказать, да, у меня есть тебе чувства, ты мне безумно нравишься. Это не потому, что льстит мне. Я этим никогда не пользовался. Я всегда к тебе тянулся. Роман, ты мне нравишься, я от этого не отказываюсь от своих слов. Слушай, ну ещё бы было бы логично, если бы ты ответил, что я тебе больше перестал нравиться вообще. Но понимаешь столько всего, что я пережила здесь с тобой? Это есть эмоции, это есть отношения. Я не хочу, я устала и, понимаешь, жить постоянно на вулкане, а Сергей, он очень спокойный, он стабильный. Понимаешь, и он сюда прилетел ради меня. Ты представляешь? Прилетел сам человек. Ты представляешь, как он любит? Вот он реально достоин любви. Я в это верю. Я верю в то, что Серёга любит. Но я никогда в жизни не поверю, что любишь ты его. И хочешь быть с ним. Никогда в жизни. Не знаю, просто вот я на неё смотрел, я не могу прочувствовать вот их эмоции. Вообще. Нет, потому что ты эмоции. Вот я от них не могу почувствовать. А знаешь, что-то есть, какая-то доля правды. Потому что на Оракуле она написала послание, типа, ну, Плюшевый мишка. Да-да-да-да, обсессия, вот это вообще, фу-у-у-у. Как-то, понимаешь, испалиться в это. Я не знаю, конечно, может, я реально не видел там отношения, которые, ну, были. Или было что-то до этого, что действительно, как бы, как он был более Плюшевый. Никогда не было такого. То есть, реально, если вот эти два дня, как бы, то, что это максималка. И что здесь Плюшево? То, что чувак подходит к своей девушке, целует ее. Притом он подходит, извините меня, к ней не такой. Мо, вообще, мо, там что-то это самое. Он просто, он ее за ружью хватанет, как бы, в десну ударит, развернется. А ты видел, как с ней Сережа тут разговаривал? Иди сюда. Она такая, я, ты, иди сюда. Ты видел, как вы с ней разговаривали? Он подходит и говорит, Марина, ты не права. Ты слышала, как он это самое, когда вы поцапались, как он ей заявил? Тебя что, осадить, что ли? Я хочу, чтобы ты села и подумала, нужно ли тебе уходить с ним или нет. Это не потому, что я, а потому, что, прежде всего, ты можешь обмануть нас, но не обмануть саму себя. Конечно, да. И просто представь, вы приехали, и представь, что вы там. И нужно ли оно тебе возвращаться в это. Да, тебя безумно любят. Это круто. Но этого мало. Ты, блин, Марина, я клянусь, вот это настолько чисто, искренне, вот это. Роман, я знаю, что если бы он сюда не приехал, то я бы здесь осталась до конца с тобой. И мы бы дошли до победы. А дальше подожди. А он приехал, понимаешь? Подожди, хорошо. Допустим, ситуация. Да, да. Мы влюбились друг с другом, мы дошли до конца. Ты думаешь, мы дальше не были бы вместе в Москве? Зависело бы только от нас обоих. Слушай, а тебе самой не стремно, вот чисто... А мне почему должно быть стремно? Потому что ты спала с другим мужчиной, а человек так... Почему мне стремно? Я, блин, я извинила и сказала, что да, это предательство было. Я бы не вернулась, понимаешь? Я бы не вернулась. Я бы тебя... Понимаешь, если бы он сюда не приехал, когда любишь, прощаешь все. Так давайте тогда совсем. Так давайте прощать друг друга. Так давайте изменять друг друга. Мы же любим друг друга. Роман. Давайте прощать друг друга. Роман, Роман, тут другая ситуация. Я тебе еще раз объясняю. Я к нему... У меня было как бы одно видение, понимаешь, вот... Смело на сердце можешь положить руку и сказать, что ты любишь его. Я такого не говорила. Это слово для меня очень ценное. И я его говорю очень редко. Влюблена? В кого? В него. Он достоин быть самым. Влюблена или нет? Он мне нравится. Влюблена? Очень. А подожди, а в меня ты влюблена? Он достоин моей любви. Жаль, ты не достоин на него. Короче, ладно. Для тебя я всегда буду какая-то такая, не такая, другая. А что ты так требовала от меня? Просто интересно, насколько ты реально игрок. Роман. И настолько ты реально по-женски. Вот я бы поверил, знаешь, во что? Если бы ты мне сказала, Марин, ой, Роман, я люблю его. Да, я поняла, я хочу уйти с ним отсюда. Мне этот проект не нужен. Вообще сказал, Марин, вау. Если я с ним уйду, значит, я его люблю. Вот она когда подлетела ко мне, я успела развернуться и схватить ее за руки. Понимаешь, я вот так держала в ее руке. Она слабенькая. Ну, понятно. Понимаешь, ну хорошо, окей, ну возьми ее, возьми ее просто на морду и пихни ее. Все, это оботалок. Ну так стремно, девочка дерется, это стремно. Ну поверь мне, Филипп. А это не драка, это не драка, ты ее просто отпихнула от себя. Это самозащитная, ты ее реально... А если бы Виталия, понимаешь, не прилетела и вас не разняла, стояла бы так с ней, что ли? Я бы вот так стояла за два часа. Потому что она стояла и истерила. Ну ты реально, цирк, знаешь, вот это гораздо глупее. Вот, просто, блин, слабых девушек вообще я не бью. То есть у меня принцип. Да у меня реально, у меня уже такая тема. Я просто завтра, реально, вот я же, я уже, я так сейчас не пью. Ну и что, у тебя сейчас негатив. Так а зачем ты кипишь? Ты постоянно думаешь об этом, в голове накручиваешь себе. Дело в другом, просто я хочу реально, вот, держите, не подойдите. Я хочу завтра подойти к ней, ее отвезти в сторону и спросить у нее, есть какие-то ко мне темы? Вот, и все. Если она будет опять не оскорблять, я ее просто хлопну. Ребята, я больше не могу терпеть. Я уже вторую неделю терпела. Зачем ты сама это продолжаешь? Потому что я не могу так. Вот для меня это не закончено. Все, я побаловался, курортный роман. Ну ты действительно король ситуации. Мне надоело быть жертвой в этой ситуации. Поэтому ты должна решить его я и его править. Он тебе делать, ты должна быть в сердце. Ромас, от тебя девушки уходят. Потому что ты не можешь больше одной минуты. Виталик. Да. Как докажешь, что ты не гей? Мама, папа. Нет, это все ложь. Ух. Ух. Ух.